В районе стала традицией проведения сходов граждан в сельских поселениях и проводятся эти мероприятия, как правило, в конце года. Первый в этом году сход граждан был проведен в Кашхабрском сельском поселении. На мероприятии присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель Комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, прокурор Кашхабрского района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабрский Анзаур Гишев, жителей аула, открыл сход с докладом о проделанной администрации сельского поселения о работе за текущий год глава Кашхабрского поселения Хазрет Борсов. Начал он свое выступление с приятного момента в присвоении звания «Дом образцового содержания». Данный конкурс в поселении проводится уже не первый год. Звание «Дом образцового содержания» присваивается домам индивидуального сектора и квартирным домам. Комиссия проповедения итогов конкурса провела в ноябре текущего года осмотр и оценка объектов выставленных участников конкурса. Результаты этого конкурса таковы. Победитель конкурса на звание «Дом образцового содержания» в номинации «Идивидуальный сектор» Признанный домовладением по улице вокзальной 52 собственник Кушков Ильяс Галимович. Домовладение по улице Дзигаштова 28 Коблям Аслан Усланович. Далее Хазрет Борсов доложил присутствующим о проделанной за год работе. Хотелось бы сказать о расходах, которые мы сегодня проводили. Это освещение на уличное освещение, которое мы... Это 701,3 тысячи рублей. Реконструкция и ремонт и оплаты уличного освещения. Электромонтажная работа и замена кабеля. Разработка и полученные технические условия на установку уличного освещения. Проведено новое строительство по улице Степна и с квартирной протяженностью 600 метров. Количество освещительных фонарей 22 штуки. Благоустройство на сегодняшний свалки составляет 247,1 тысяч рублей. В том числе услуги бульдозера по расчистке и захоронению твердых бытовых отходов. Для ежемесячной расчистки свалки и благоустройства подъезда к свалке прилегающей территории заключены договора. На полигоне производится планировка и опучивание вывозимых ТБУ. Регулярно производится планировка подъездной дороги в цели беспрепятственного пропуска афротранспортной территории полигона. Содержание и ремонт дорог в местном значении 1 миллион 8 тысяч рублей. В том числе в соответствии с решением схода граждан положен асфальт по улице Кирашева на участке 200 метров. Ямочный ремонт по улице Савмэна. Ремонт по улице Кирашева интернациональной, южной, инспатанной, вокзальной, пионерской, привокзальной, перевороты Баски. Услуги автогрейгера, планировка детской площадки по улице Степаново, установка бордюров, остановки по улице Прямоево в количестве 4 штук на сумму 166,8 тысяч рублей. Материальная помощь в соответствии с решением Совета народного депутата о муниципальном образовании Кашхабовское сельское поселение об оказании дневременной адресной социальной помощи отдельным категориям ураждан. Администрация за 10 месяцев 16-го года и дневременную помощь получили 51 человек на сумму 432 тысячи рублей. Также материальная помощь была оказана общественным организациям День Хаса на сумму 50 тысяч рублей и Адива Хаса на сумму 32 тысячи рублей. Как и каждый год материальная помощь была оказана участникам Чернобыльской трагедии на сумму 6 тысяч рублей и Всероссийскому обществу Стрепых на сумму 8 тысяч рублей. Кустура на кустуру была затрачена 326,5 тысяч рублей. Это было на изготовление и установку бюста основоположника адгейской литературы Кемборда Кирашева. То есть культура и спорт 54,1 тысяч рублей. На прошлом сходе жителями Кашхабля был поднят вопрос о водоснабжении аула. О решении данной проблемы рассказал глава поселения. Остается главной задачей администрации сельского поселения. На прошлом сходе было решено уделить большое внимание решению этого вопроса. Как было сказано в первом сходе, в целях обеспечения доступности водоснабжения населения сельского поселения, решением Советонародных депутатов от 17, 10, 13 года до номера 49 была подтверждена программа Комплексом развития систем коммунальной инфраструктуры Кашхабляского сельского поселения до 2014-2024 года. На основании указанной программы разработана схема водоснабжения и водоотведения Кашхабляского сельского поселения. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова, прошла государственную экспертизу. Положительный проект направлен в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсе по включению в программу устойчивого развития сельских территорий на 2017 год. За счет средств федерального в текущем году осуществлены противопаводки и мероприятия на реке Лаба в районе очистных сооружений Аула Кашхабы. Сооружены две водоотводные шпуры стоимостью 4 млн 429,8 тысяч рублей. Также в этом же году в октябре месяце буквально была запущена котельная в районе жилых домов по улице Дружбы народов в Шестер-Адраге, которая стоит 5 млн рублей. То есть эта новая котельная будет обеспечивать жилые дома теплом. Самое пристальное внимание уделялось санитарному состоянию населенного пункта, отмечает Хазрет Борсов. Кроме проводимых уборочных мероприятий, в рамках благоустройства по улице Степная была установлена очередная детская игровая площадка. В завершении доклада глава поселения сказал. Уважаемые ученики, в целях организации оперативного реагирования и более тесного взаимодействия с населением Кашхабовского сельского поселения в администрации действует телефонной горячей линии 92717 для обращения граждан к любому, волнующему их вопросу, в том числе в случаях обнаружения совершения жителям поселения неправомерных административных правонарушений. О создании горячей линии были даны объявления в газету, а так не прискорбно это отмечать. За прошлый период текущего года для нами получено очень мало звонков. Необходимо ясно осознать, что и порядок на территории АОЛа, и правильное поведение наших детей и молодежи начинается именно с каждого из нас. Мы очень надеемся, уважаемые жители АОЛа, что в решении задач местного самопройдения вы примете самое заинтересованное и активное участие. По традиции на сходах отчитываются о проделанной работе и участковые полномочные. По Кашихаблю полномочия по охране общественного порядка ложится на плечи участкового Заура Биркова и Инвера Хаджокова. В истекшие периоды 2016 года в полиции зарегистрировано 146 обращений и заявлений граждан. По каждому заявлению проводились проверки в рамках действующего законодательства, по окончании которых принимали соответствующие решения. Подавляющее число обращений возникло вследствие ненадлежащих семейно-бытовых отношений. Основной проблемой, которая является злоупотребление спиртными напитками. На территории в рамках Кашихабского сельского поселения зарегистрировано 55 преступлений, из которых расследования переданы в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом 26 уголовных дел. Нераскрытыми остаются 14 уголовных дел. Силами участковых полномочных раскрыто 10 преступлений на территории Кашихабского сельского поселения. За отчетный период на территории обслуживания было выявлено 800 административных правонарушений, по которым лица, их допустившие, были привлечены к административной ответственности. У участковой полномочной полиции было составлено 189 административных протоколов, по которым было взыскано 125 тысяч рублей административных штрафов. После выступления участковых от жителей поступил наболевший вопрос, касающийся проблематичного получения полисов ОСАГО. Ответил на вопрос прокурор Кашхабского района Евгений Зиновчик. В настоящий момент, насколько мне известно, этим сейчас занимаются на самом высоком уровне, для того, чтобы эту проблему решить. Но что я хочу сказать, значит, такие обращения к нам поступают, там, где мы можем, мы помогаем. Но решить проблему по существу, допустим, насыдить рынок тем количеством полисов, которые необходимы, это уже зависит не от нас. Мы разбираемся с конкретной поступившей жалобой. Если есть, скажем так, выявляются факты, а такие факты выявлялись не только, допустим, у нас, но и при Республике Адыгея. Если выявляется факт недобросовестного поведения, значит, организации, которая предоставляет эти полисы, они, соответственно, привлекаются к административной ответственности. Я знаю, что есть факты навязывания дополнительных услуг, когда, допустим, человеку не выдают полис, если, допустим, он не желает приобретать там какое-то добровольное страхование, например, в жизни или еще чего-то. Такие факты выявлялись, привлекались за это юридические лица. До вашего сведения довожу, что вот только за последние полгода вот эта вот организация, которая занимается выдачей полисов, она дважды прокуратурой района привлекалась к административной ответственности за различные нарушения, связанные с выдачей этих полисов и связанной с осуществлением деятельности. Мы стараемся эту ситуацию переломить. Но я думаю, что здесь нужна какая-то законодательная инициатива, которая позволит, значит, поставить вот этих вот представителей страховых компаний в такие условия, когда им будет невыгодно эти полиса не выдавать. Далее прокурор затронул вопрос безопасности дорожного движения. По безопасности дорожного движения действительно, скажем так, не очень хорошая ситуация у нас на дорогах складывается. И хотелось бы обратиться ко всем, чтобы и донесли до тех, кого сегодня здесь нет, что вот этому вопросу безопасности нужно уделять повышенное внимание. У нас основная категория лиц, допускающих нарушения, как правило, совершающих ДТП, это лица в возрасте от 18 до 35 лет. То есть, в основном, лица, которые передвигаются на личном транспорте, имеют большого опыта. Плюс к этому еще выявляются факты употребления спиртных напитков. Поэтому прошу вас, со своими родственниками, со своими детьми, кто управляет автомобилем, призывайте их к соблюдению, к соблюдению правил дорожного движения, к культуре вождения, потому что человеческая жизнь, она бесценна. На сходе также выступили председатель общественного движения ДГХ Самини Пшикуев и Эфенди Алла Кашхабль Амарби Даутов. Они также обратили внимание на улучшение санитарного состояния и активизации работы с молодежью. Затем слово было предоставлено председателю комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслану Кидокоеву. Поприветствовал присутствующих, Руслан Валерьевич отметил, что уже четвертый год подряд принимает участие на сходах граждан в Кашхабльском районе. В своем выступлении коснулся вопроса санитарного состояния населенных пунктов. Призвал всех присутствующих уделить этому вопросу самое пристальное внимание. Далее слово взял начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишев. Я хотел бы отразить те моменты, которые касаются компетенции университетства внутренних дел. Первый вопрос я хотел бы обратить внимание. Это профилактика телефонных мошенничеств, которые в своем докладе отразили участковые. Это проблема сейчас очень актуальна. На территории именно АОК Кашхаба три преступления таких было совершено в этом году, которые поддаются раскрытию очень тяжело. Лица, которые совершают, находятся очень далеко. Могут находиться даже в других государствах. И поэтому факт раскрытия таких преступлений требует определенных временного ресурса и определенных ресурсов технических. Как проще сказать, трудно раскрываемо на данный момент. Для этого вам никогда не нужно реагировать на те телефонные звонки, которые вам делают посторонние лица. И также попрошу быть внимательны при покупках и продажах, которые сейчас производятся через сеть интернета Авито. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это бесконтрольный выпас скота. Что может привести к ДТП с тяжкими последствиями. На территории Кашхабовского района уже в этом году погибших 10 человек. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание. Также впереди новогодние праздники. Также обращаю внимание всех, если вдруг вы замечаете граждан прибывших, подозрительные, значит, сообщать эту информацию участковым или сюда в территориальный орган. В завершении мероприятия выступил глава района Заур Хамирзов. Что касается Кашхабля, что бы я хотел сказать. Первое, наконец-то мы получили из Минсельхоза подтверждение. Нам удалось войти в программу социального развития села по водоснабжению ООО «Кашхабль». Второй позитивный момент, буквально через месяца два, я думаю, ООО «Кашхабль» на базе ТЮСШа, на базе второй школы мы начнем строительство стадиона с искусственным покрытием. Мы единственный район, на всю республику было выделено одно поле, большое с искусственным покрытием. Мы единственный район, который его получил. Дальше, серьезнейший вопрос, это период укрепления. Я хотел бы сказать слова об агоданности правительства республики ДГИ. Они с резервного фонда выделили деньги, мы эти шины построили, но это временное сооружение, я хотел бы сказать. Все документы мы подали в бассейнное управление на строительство капитальной дамбы. Мы будем добиваться, чтобы эта дамба была построена и чтобы ООО был обезопасен. Заур Аскарбевич также отметил, что на следующий год будет продолжено строительство спорткомплекса, находящегося напротив Кашхабской школы номер один. Глава района затронул вопросы санитарного состояния ООО, поддержки молодых семей и специалистов в безопасности дорожного движения. После чего заместитель главы поселения Рамазан Мамхегов зачитал проект решения конференции. Все присутствующие признали работу администрации Кашхабского поселения удовлетворительной.